Уже не первый год в библиотеке имени Льва Толстого реализуются проекты, которые позволяют незрячим людям адаптироваться к окружающей среде с помощью электронных и сенсорных устройств. Это уже сделало их жизнь намного проще, интереснее. Практику решили продолжить. Зеленый свет дан новому проекту с говорящим названием «Окно в безграничный мир». Рагиба с сенсорным телефоном уже давно на «ты». Она освоила все необходимые программы, которые позволяют ей беспрепятственно общаться, пользоваться социальными сетями, передвигаться по городу, распознавать купюры. О таком помощнике она раньше и не мечтала, а теперь носит титул победителя всероссийского конкурса по невизуальному использованию мобильной техники словом и жестом. Не нужно бояться ничего того, что связано с улучшением жизненных условий и все, что делает их комфортнее, как говорится. То же самое сенсорные телефоны. Сенсорные телефоны намного облегчают нашу жизнь. Намного делают ее проще, мобильнее и оперативнее. В обучении незрячих людей чувашия на хорошем счету. Николай Парахин находился у истока возрождения проектов и сам прошел все этапы обучения. Теперь его знания востребованы далеко за пределами республики. Мы работаем с Ярославской областью, с городом Ярославлем. И наша задача по проекту обучить трех специалистов города Ярославля, как надо обучать незрячих пользоваться сенсорными устройствами. То есть мы им будем передавать методику обучения. Ну если мы возьмем сенсорный телефон, то первое, что человек у нас получает знания, это умение позвонить, принять звонок, написать смс-сообщение, прочитать смс-сообщение. Набор текста мы изучаем, потом работа в интернете, поиск нужной информации, установка программ, удаление программ сенсорного телефона. Проект был написан сотрудниками библиотеки имени Льва Толстого и получил мощную поддержку от фонда КАФ. На его реализацию выделено более полумиллиона рублей. В рамках проекта «Окно в безграничный мир» для обучающихся подготовлены лекции, тренинги, практические занятия, семинары и многое другое. После такого обучения незрячие люди быстрее социализируются и чувствуют себя намного увереннее. В прошлом году, когда обучение на смартфонах было, мы со своей второй половиной тоже прошли обучение, освоили. И сейчас довольно неплохо, я считаю, что овладел смартфоном, но обучаться, что-то новое получить всегда можно. Благодаря такому общению, благодаря компьютерному общению, сенсорным устройствам, люди помогают друг другу, я считаю, поддерживают. Потому что всем нам нужна поддержка, всем нам нужно общение. У всех незрячих и слабовидящих людей, прошедших обучение, будет возможность показать свои умения на межрегиональном конкурсе по работе с сенсорными устройствами в декабре этого года. Татьяна Филатова, Валерий Резюков, Республика.